Все голосующие на входе дезинфицируют руки, измеряют температуру, надевают маски и перчатки и соблюдают социальную дистанцию. На избирательных участках процесс голосования контролируют волонтеры и представители общественных организаций. Сегодня граждане голосуют не только по внесению изменений в Конституцию, но и за присвоение Самаре звания «Город трудовой доблести». На данном избирательном участке голосование проходит легитимно. Мы здесь с самого утра наблюдаем, никаких нарушений выявлено не было. Всего наблюдателей нас четыре человека. В числе сделавших выбор Павел Покровский, сопредседатель Общероссийского народного фронта. Он отметил, что в такой исторический момент, когда речь идет о дальнейшей судьбе страны, никто не должен оставаться в стороне. Мне, конечно, очень понравилась и организация процесса, и сама его внутренняя наполненность. Потому что мы с вами жители Самарской области Российской Федерации. И я вижу, что мы приняли активное участие. На избирательном участке в Ленинском районе многолюдно, но все соблюдают правила безопасности среди голосующих и почетный гражданин Самарской области Алексей Иванович Родионов. Он много лет трудился в строительной отрасли, внес большой вклад в обеспечение жильем самарцев, стоял у истоков формирования промышленного района. Поэтому для него важно проголосовать не только за изменения в Конституцию, но и за присвоение Самаре звания «Город трудовой доблести». Для меня город родной, любимый, и я поддерживаю, отношусь положительно. Я думаю, что самарцы должны поддержать это. Те ветераны, которые работали в тылу все годы войны, этого заслужили. Проголосовать по изменениям в Конституцию пришел председатель областного союза профсоюзов Дмитрий Колесников. Трудовые коллективы направляли свои предложения, которые хотят видеть в новой версии Конституции. Представители профсоюзов приняли активное участие в работе вот этой рабочей комиссии по подготовкам. Действительно, часть предложений вошли в те уже итоговые документы, за которые мы сегодня голосуем. Мы уверены, что Самарская область покажет очень высокую явку, потому что информационная, разъяснительная работа, она была проведена действительно очень большая. Люди отходят к этому вопросу с пониманием. В Октябрьском районе в 58-й школе проголосовал заслуженный артист России, лауреат премии «Золотая маска» Владимир Гальченко. Конституция – закон прямого действия, основной закон страны. И в этом документе должно быть отражено все, что касается как государственного строительства, так и жизни каждого человека. Сегодня в стране объявлен выходной, и у меня есть такая возможность прийти на участок. Я выбрал этот день. Это очень важно, потому что если мы не будем думать о себе, то о нас будут думать другие. А это не всегда будет так, чтобы нам понравилось. И я думаю, что сегодня день только начался. Если кто-то еще не успел, я думаю, что это будет правильно, если россияне придут и проголосуют. Потому что это наша жизнь, это наша жизнь на будущие десятилетия. Депутат Госдумы Александр Хинштейн пришел на избирательный участок в Новокуйбышевске. Именно в этом Горден проводит депутатскую неделю. На встрече с главой Новокуйбышевска они обсудили вопросы проектирования зданий театра «Студия Грань», освоения денег по нацпроектам и по программе «Комфортная городская среда», которые будут направлены на строительство парка «Солдатский лес», на ремонт детского сада «Буратино» и мемориала «Вечный огонь» и на другие проекты. Депутат заявил, чтобы жизнь людей и дальше менялась к лучшему, всем гражданам нужно прийти на избирательные участки и высказать свое мнение. Народ определяет тот вектор развития, тот путь, по которому Россия пойдет дальше. И от того, какую позицию займут люди, от того, какое решение они поддержат, и зависит, как нам завтра жить. Но сидеть дома и игнорировать эти выборы означает просто самоустраниться от жизни страны, от того, как ты дальше будешь завтра встречать новый день. Сергей Кизоркин, Мария Левина, Лариса Шалафаст, Олег Зверев, Елена Малютина, Максим Гусев, Василий Колдашов, Григорий Плешаков, Николай Сидоров, Константин Головин. События.